Тема нашего занятия с вами «Колеса и расстояние». И прежде чем мы приступим к изучению новой темы, давайте с вами вспомним. Мы научились уже с вами управлять работой двигателей, и хотелось бы вспомнить, к каким портам необходимо подключать двигатели. Громче, C. B и C. А к А можно? Можно, но там надо будет перенастроить. Отлично. А к D? Тоже надо будет перенастроить. То есть, если мы не хотим никаких перенастроек, нам нужно подключить моторы роботов к B и C. Отлично. Скажите мне, пожалуйста, что мы используем с вами, какой блок для того, чтобы управлять сразу двумя двигателями? Рулевое управление. Рулевое управление. Отлично. Какие настройки в рулевом управлении мы делаем с вами? Мы настваривали скорости, то, насколько большая мощность будет поддаваться на то или другое колесо. Мощность настроили. Первый. Это же и связано со скоростью. И длительность. Длительность. Но еще был один параметр. Мы же с вами заезжали, парковались, заезжали в гараж. Он что, двигался у нас прямолинейно? А, угол поворота. Угол чего? Угол поворота. Абсолютно верно. Итак, подытожим. Рулевое управление используем. Настраивать можно длительность. Можно настраивать угол. То есть, с какой разной мощностью они будут вращаться. И саму мощность. Задача. Заставить робота проехать вперед на заданное расстояние. Причем это расстояние точное. 105 сантиметров. Но есть проблема. Робот не знает, что такое сантиметры. И, грубо говоря, он не может понимать, в какое расстояние он проехал. Его надо научить это делать. И самостоятельно высчитывать. Вот это проблема. Как будем решать эту проблему? Для этого надо вспомнить математику. Диаметр колеса это отрезок, проходящий через центр колеса. И соединяющий две противоположные точки на окружности колеса. Какой еще параметр есть у окружности, который связан с диаметром? Радиус. Как радиус связан с диаметром? Диаметр это два радиуса. Диаметр это два радиуса. Все согласны? Длина окружности равняется диаметром умножить на пи. Вы помните, что это? Колесо. Колесо из нашего базового набора. Мы можем узнать его диаметр? Да. Как? Линейка. Линейка. Ну, чтобы не мучиться, мало ли у нас нет линейки. Есть цифры 56 на 28. 56 миллиметров это диаметр стандартного колеса, который набор. А 28 это ширина протектора. То есть, если мы возьмем с вами стандартное колесо, вот из набора. Даже можем перепроверить. Но главное здесь точно-точно. Ну, Олег, давай проверяем. 56 тут? Да. А ширина колеса 28. Длина окружности колеса это 56 миллиметров умножить на число пи на 3,14. И получаем 175,84 миллиметра или же 17,584 тысячных сантиметра. Как вычислить расстояние, которое проходит пробу? В данном случае, вот мы взяли маленькое колесо, вернули его мнимой ниткой и попросим это колесо совершить один оборот. Что можно сказать? Что за один оборот, какое расстояние пройдет это колесо? Олег? Он пройдет расстояние, равное длину его окружности. Длину и окружности. А если колесо совершит и вместе с темы робот совершит не один оборот, а много оборотов, в таком случае пройденное расстояние будет как определяется? Очень важно. Длина окружности 17,584 умножить на количество оборотов. Совершенно верно. Один оборот это сколько градусов? 36,60. Отлично. Длина колеса повторяет сколько? 17,584. Пройденное расстояние робота можно определить как 17,584 умножить на количество градусов, поделенное на 360. Как отсюда найти точно сколько градусов должно вращаться в колесо, чтобы пройти расстояние 105 сантиметров? Олег? Расстояние разделить на длину окружности. Так, расстояние разделить на длину окружности, но не забывайте еще на что умножить. И умножить на 360. Обязательно мы включить на количество градусов и 2150 градусов проставляем в параметре длительности. Вот длительность 2150. И вот это что плохо, вы пока будете сейчас собирать, пока вы будете пробовать на полигоне, вы подумайте, что здесь неудобно. Итак, задание. Проехать 25 сантиметров. Первое задание. Проехать 83 сантиметра. На полигоне я вам покажу карту, на которой расставлены точно сантиметры. И вы должны будете проехать, ну точно, это количество сантиметров. Попробуйте, если с первого раза не получается, подумайте, как можно усовершенствовать либо программно, что в программе поменять, либо подумайте, что в самом роботе аппарат наизменить. Под каким именем мы сохраняем проект? Число. Число сегодня какое? 25. 25. А вручном еще? Нет, нет, 2020. 11. Одиннадцать. 25. Имя можно два, но главное, что это имя должно быть в латинскими буквами. Разбираем наборы. Инструкции я раздаю. Поворотное колесо, как обычно, самому. Держите. Получается? Значит, я вам дам другой. Так, поехали. Инструкция. Инструкция. Возьми. Все. Типа. Если сейчас что-нибудь будет. Попробуйте сбоку. Не получается. Типа. Типа. Значит, лишнее убираем под коробку. Я. Вот это. Вот так. Собираем время. Вот так. Сейчас. Собираем. 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 Ага. Ну вот сегодня мы коснемся этой темы. Мы должны с вами... Собираем. Спасибо. 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 Дальше помнишь, какие уголки? Два красных. Это слишком высоко ты поднял, надо пониже. Да-да, ты проверяешь, да? То есть там было вот как раз вот. Ставишь сюда блок. Кстати, блок надо вот сгорнуть, чтобы у нас к моторам подходили вот эти, чтобы провода не торчали. Вот. Теперь ровно? Ну вот. Всё. Это готово. И теперь с другой стороны зажимаем вот эту. Правильно. Вот это отверстие должно быть вверх. А это должно быть вот. Вот. И теперь нам нужно с тобой найти чёрную козь. Вот эту. И для того, чтобы всё оно держалось, нам нужно с одной и с другой стороны зажать. И вот сюда встанем дальше. Помнишь дальше? Да. Что тебе положили? А нам лежили. Второй раз. Вертие. Так. Вертие. Вертие. Еще три. Так, еще одну. Все. Красный вот сюда, маленький. Красный. Правильно. Видите, как? Ты нажимай. Вот, по идее, он должен поехать 25. Как мы считаем 25? У вот этой оси. Понятно? То есть, получается, вот здесь он проехал практически идеально. Ну, мы же точности не добьемся бы или нет. 85 пробует оси. Ну, чуть-чуть больше. Вот же мы считаем по этой шкале. Видите, вот сантиметры. Вот можете там тренироваться. Ну, если мы посмотрим, ну, там 84, но можно сказать, что правильно. Все, отлично, молодцы. Мы же должны с вами еще не сложнее задать. Я его не ровно поставлю. Ну, что, проехали? Подожди, подожди. Это сантиметры, а это дюймы. Вот, потому что вот ось ноги и по этой палке идеально 25, да? Нет, 25 вот здесь. Смотри, вот это 20. Вот 20, 21, 22, 24, 25. А, 25, вот, отлично. Вот, вы когда сделаете, загрузите, вы же должны во втором разделе найти программу. Вот, почему-то тут 202, а должно быть? Да, 11, 25, и вот он, Василий. Вы нажимаете на нее, и тут будет две программы уже, пока у вас одна. Понятно? Идеально выставили. И теперь только нажать, правильно? Нажимать. Ну, почти, он все-таки 81, 82 на сантиметр ошибся. Ну, там получилось 311 и какая-то сантиметра ошибся. В смысле? Итак, сколько лет получилось, чтобы проверить 83 сантиметра? Сколько нужно в градусах? Ты здесь еще что-то делал от 2. Как вы думаете, от чего зависит точность? От отправления. Нет, ну мы, калькулятор у нас считает, что точность. От мощности. О, то есть, какую мощность мы поставим? Семьдесят пять, еще какую? Сорок. Сорок. При мощности 75 у робота есть энергоизм. То есть, он по энергоции еще проедет хотя бы сантиметр. Он не может резко затормозить, прям как в кополы стали. Поэтому мощность надо выбирать поменьше, когда хотите точно проедать. Мощность надо выбирать поменьше, но не совсем маленькую. Тридцать, двадцать – это уже слишком мало. Сорок – это оптимально. Еще раз, что плохо, задаю вопрос, что неудобно? Беремичка была на мощность. Мощность, да, мы уменьшили. Но я и так показывал вам мощность сорок. Плохо, потому что мы все калькуляторы не смогли посчитать. А зачем нам, калькулятор, мы пользуемся мощной программой, которая сама, как калькулятор, необходимо пересчитывать длительность работы мотора. Но для этого надо использовать что? Отдельный блок. Я запрещаю пользоваться калькулятором и буду давать вам постоянно разное расстояние. Вот для того, чтобы ваш робот проехал мною заданное расстояние, вам нужно будет время. А я говорю, что я могу сделать такую программу, когда это можно сделать за одну секунду. Итак, если кто-то был внимательный, обратите внимание на красный блок. Это блок работы с данными. И вот сегодня мы будем с вами использовать первый из этих блоков. Вот он, этот блок. Найдите его. Нашли? Нашли? Какая у меня получается формула? А ну-ка. В буквенном. В, она уже, наверное, цель, сделанная на А, 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 М. А теперь смотрите, что получилось у меня. Я эту формулу написал в правом верхнем углу. В качестве параметра буду вводить расстояние уже с 360 мёд и 17,583 тысячи. Пошлите пробовать. Все. 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 А это у нас ничего не было, что появляется. Вот она тоже. Вам просто нужно ее изменить. Вот так фер. А, Д, С. Ни, что-то не помню. Господи, я не знаю. Смотри, что у меня еще есть. Здесь очень важная ниточка у них есть. А вот теперь... Все, запустайте. А почему у нас дача проехала? А сколько вы поставили? 67. Он 66. Ну, опять же, кто-то может дернул по этому низкому мощность, поменьше сделала, посмотрела, чтобы она была на нуле. Заднее колесо выстроило. И только после этого нажимаешь. Сколько проехала? 84. А, ну, конечно, формула у вас неправильная. А, Паша, пойди посмотри мою и найди... Много отличий. Много-много отличий. Сколько? А сколько поставили? 55. А почему 56? Ну, если сверху посмотреть вот так, он остановился вот здесь. Ну, будем считать достаточно погрешных. 2 мм. Вот если здесь 55, то он остановился у вас здесь. Попробуйте какое расстояние. Покороче. 15. Давайте. Сколько поставили? 50. Ну, 2 мм не доехал. Опять же, у меня много вариантов, почему он тут не доехал к 2 мм. Ну, во-первых, поверхность стола. Видите, вот тут, кстати, возвышенность. Во-вторых, вы навесили на него очень много чего. Может, у него воздух... Сопротивление воздуху. Но вам или нет, это достаточно. Попробуйте на моем расстоянии. Уже будет проблема. Запусти. И тихо, слушай. Ты слышишь? Что ты слышишь? Чёртый. Вот. Ты правильно. Вот он тебе трёт. Ну, смотри. А из-за трения он будет ехать не то расстояние. Поэтому вот так. А чтобы этого не было, туда вставляется стулка. И тогда, тогда вот это надо было не сюда вставлять, а с другой стороны. Ну, то есть, грубо говоря, это нужно было сделать вот так. Боба, 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 боба. Ну, я снаружи вставляю. В принципе, можно было сделать и из-за нут. Вот. И вот теперь, я даже если очень захочу, его туда не... Он не будет своих трения совершать по мотору. Почему у вас здесь выходит? Хорошо. Загрузи. А почему? Загрузи верхнюю. Верхнюю. Давай. Давай. Почему у вас... Почему у вас... Ну, давай выбирай. Вот ваша программа. Кстати, пока на программе. Строничного, горячего. Видео, дешево. Строничного. Чудо. Да. Чтобы после, давай, ровно. Заднее колесо, ровно. И только после, и запускаешься. Пошел на второй круг. Сколько? Они сами не знают уже, какая попытка. Что зашли? Давай, поднимайся. Ну, пока нет. А, вот здесь. Стойте. А, честно. А, честно. А, честно. А, честно. Что это ты еще раз слышишь? А, честно. А, честно. Все. Все. Испытания закончились. Напоминаю, кто не может вытащить белки и детали, зовет меня. Итак, Полина, что сегодня мы узнали с вами нового? Мы узнали, как мы запрекоментировать робота, чтобы он поехал прямо и на определенное количество сантиметров. Что для этого мы использовали, Камила? Мы использовали специальный блок для... Ну, ну, Самера помогает. ...точного, можно сказать, измерения героса, сколько нужно проехать робота. Как этот блок называется? Математика. Математика, отлично. Что позволяет этот блок делать, Олег? Позволяет вычислить без калькулятора, то есть в самой программе, чтобы она все посчитала. И ты просто задаешь, что я определенные параметры. Ну, у кого не получилось? Что же не получилось? Да, Ян. Ну, смелее. Почему не получилось, Ян? Ну, не знаю, почему не получилось. То есть это требует отдельного исследования? Да. Да, почему не получилось? Ну, были невнимательны? Нет. Немножко. Хорошо. В следующий раз будет у вас опыт, и побольше внимания, чтобы вы это получили. А кто разобрал, поднимая эту руку, я покажу, проверяю. Да, напишите, что в шестерне, в большой шестеренке сломано. Пойду. Выключили. Не так. Пошли. Готово, готово. Так, проверяем, проверяем, проверяем. Все. Вот это не здесь, это здесь. Закрываем. Правильно. Не страшно. Самое главное, выключили. И на этом. Все.